В общем, одни междуметия. Буквально минут 10 мы идем по дороге в Кафедральный собор. Скорее всего, вот он впереди там возвышается. Авеню Конституции. И вот здесь что-то невероятное находится по дороге. Сегодня перекрыто. Трамвайные линии перекрыты. Интересно. Боже, какой фикус. Я не видел, чтобы вот фикусы так вот обрезали в квадратную форму. У нас этих фикусов навалом, но чтобы это было так красиво. Боже, здесь что-то нереальное происходит. Это удивительно красивейший город с такой архитектурой. Вот напоминает Венецию, только не обшарпанная. Красивая, чистая, разноцветная. С такими вот фонтанами. Здание Банка Испании с позолоченными этими дверями и воротами. И вот это... Да что же это такое? У меня просто какой-то взрыв мозга. И вау-эффект не заканчивается буквально за первые полчаса прогулки по Севилье. Возможно, здесь была какая-то ярмарка. Я даже не знаю. Или какой-то религиозный праздник. Потому что вот там что-то наподобие алтаря. Нужно у кого-то спросить у каких-то местных. Нода. Что же это такое? Нужно узнать. Но, боже, это... Думаю, откуда запах? А вот это вот эти вот елочки. Так они пахнут. И нужно узнать, что это обозначает. Нода со знаком либо бесконечности, либо восьмерки. Вот это какое-то чудо расчудесное, боже. Что-то невероятное. И вот еще и бой каких-то курантов. Невозможно передать словами эту красоту. Севилья взрывает мозг и поражает воображение. Это вот очередь такая огромная, чтобы подняться вот на эту невероятную башню, которая находится возле кафедрального собора. И ожидания по Севильи это в сто раз больше, чем... Я имею в виду реальность взорвала ожидания. Это очередь, которая вот стоит, чтобы войти в собор. Но мы сейчас купим билеты с другой стороны. Я не ожидал, что Севилья будет просто кишеть туристами. И я буду много мычать. И будут слышны только междометия, потому что вау-эффект, он не заканчивается. По дороге в кафедральный собор мы обязательно сейчас пойдем купим билеты с другой стороны. И будем потом, может быть, даже завтра. Боже, какие это ворота! Да, это Дуома, Севильская Дуома. Вот такая вот здесь площадь. Архитектура Севильи взрывает мозг по непохожести на другие города, по чистоте, ухоженности. И все-таки я в очередной раз убеждаюсь, что испанцы гораздо более трепетно относятся к своей архитектуре, к своему наследию. Потому что чистота и ухоженность самого города, зданий, она действительно поражает. Это часть крепостной стены, вернее, городской стены. Боже, это чудо-город. Сказать, что я всем советую сюда приехать, это я говорю. Класс! Много карет, на которых можно прокатиться по городу. Много памятников необычных, действительно красивых. Единственный минус – это невероятная жара. В мае месяце 35 градусов, очень жарко. Но оно того стоит, потому что этот город невероятно красив. Кафедральный собор. Перед ним нету огромной такой, как бы, площади, но он окружен вот вокруг. Вот такими вот. Так, главное сегодня не сгореть и не получить солнечный удар. Если здесь очередь в кассу за билетами такая же огромная, как и на башне, то, конечно же, нам нужно будет взять его онлайн. А я так понимаю, что вот это очередь за билетами. Да, купить билеты – это будет огромный квест. Это дома поражает всем. Памятником, воротами главными и, конечно же, очередь за билетами. В принципе, не такая большая. Мы во Флоренции и в большей очереди стояли, но здесь она под палящим солнцем. И выстоять ее невероятно сложно. И, скорее всего, нужно будет брать сегодня билеты онлайн, чтобы завтра посетить этот чудо-кафедральный собор невероятной красоты. Вот люди сидят в теньке. Наверное, представители их стоят в очереди. И они меняются, потому что выстоять ее невозможно. 44 градуса на солнце – это просто вот полшестого вечера. Мы решили уже пешком не возвращаться, потому что 44 градуса в Севилье. Этот кафедральный собор просто невероятен. Вот я его обхожу и как будто возвращаешься в Милан. Там тоже дом, они реально огромные. Только там огромная площадь, а здесь он вот таким променадом. И трамвайчик проходит, окружен. И каждые ворота, каждые ворота в этот собор – это отдельное произведение искусств. Боже, это что-то неописуемо красивое. Как же люди могли такие чудеса создавать? Поэтому сюда попасть практически нереально, если вы не готовитесь заранее. То есть билеты нужно покупать заранее, мы об этом не знали. Поэтому я считаю, это будет неплохим лайфхаком для людей, которые решатся посетить Севилью и захотят не пропустить это чудо архитектуры. Итак, ребят, оказалось, что визит в кафедральный собор – это самый главный квест Севильи. Просто нереально туда попасть. Билеты на неделю распроданы. Мы не знаем, как сейчас это все решить. Будем стараться, может быть, как-то купить билеты у каких-нибудь перекупщиков, как это мы делали во Флоренции. Очереди нереальные, туристов очень много. Жара стоит такая, что в тени невыносимо, а на солнце просто трэш. Какие красивые вот эти все повозочки. Очень много туристов из Японии, Китая. Они просто настолько любят Европу. Что в Мадриде, что в Севилле. Особенно японцев очень много. Я уже слышу японский язык на каждом шагу. Итак, мы перемещаемся только по теневым сторонам города. Я так понимаю, что если ехать смотреть в Севилью, то нужно ехать реально ранней весной, потому что поздней весной и летом здесь можно сойти с ума. Я вот смотрю на это дома и не могу. У них, оказывается, есть и тур по крыше. И подъем на башню. И визит, комбинированные билеты с другими соборами. Поэтому это действительно непросто. И мы все-таки вот хотим решить этот вопрос перед тем, как мы начнем двигаться дальше. Программа у нас еще обширная, насыщенная. Но Севилью покидать без посещения кафедрального очень не хочется, потому что я считаю это место, которое нужно посетить обязательно. Вот. В общем, начинаем решать вопрос с билетом. Севилья поражает. Она вот, как по мне, это комбинация Флоренции и Венеции, только такой облагороженной, чистой. И вот все здания, архитектура, японцы, поражает ухоженностью. Ну вот, пожалуйста, в подтверждение моих слов, Гарсия де Венуэса, я думаю, что-то связано с Венецией. И, конечно же, посмотрев на эти арочки этого дворца, ну, я сразу возвращаюсь в Венецию, только без каналов. Итак. Туристов просто сумасшедший дом. Ладно. Идем дальше узнавать, что можно делать с билетами. Сегодня 31 мая, предпоследний наш день в Севиле. Не успеваем мы все, что хотели, потому что не получилось продлиться. Цены зашкаливают вообще на два дня, которые мы хотим еще здесь посетить. Везде нереально огромные очереди. Вот мы вчера, нам повезло, мы вечером подошли и удалось нам купить билет в Кафедральный собор. Вот сегодня мы идем на 12 часов. Через полчаса у нас это вот такая вот очередь, которая тянется вот аж оттуда из-за угла. Наверное, скорее всего, в кассу. Вот еще... Вот сюда в крепость тоже огромная очередь. Сегодня немножко полегче, не так жарко, хотя, в принципе, только полдвенадцатого. Вот здесь такой красивый памятник. И вот я вижу Мурилью. Испанский художник ему, скульптура его. В общем, ребята молодцы поливают, потому что без воды в такую жару все, конечно же, будет приведено в плачевное состояние. Лошадная парковка. Очень огромная. Люди катаются на этих повозках. И они довольно-таки такие милые, чистые, ухоженные. Вот. Да, этот собор можно со всех сторон снимать бесконечно. Оказывается, один из самых больших соборов в Европе. Красота. Какое же это чудо. Ночью тоже оно так светится. Площадь возле Кафедрального собора. Все очень красиво. Ночная Жиральда, конечно. Тоже все мы ходим вокруг этого собора. И она поражает своей красотой и подсветкой. Субтитры создавал DimaTorzok